Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Галина Михайловна Цветкова, председатель общества жителей блокадного Ленинграда, городского округа Люберца. Здравствуйте, Галина Михайловна. Я думаю, что постоянные телезрители видели вас в разных проектах, знают о том, что такая активная гражданка городского округа Люберца у нас есть. Тем не менее, вы себя считаете всё равно ленинградкой? Ну, конечно. Когда это произошло? Конечно, это произошло. Я сюда переехала в 2014 году. До 2014 года вы всё время жили в Ленинграде? Ну, я ездила сюда на экскурсию, то есть в командировке работала на предприятиях. Но в Ленинградце, мне кажется, все всегда возвращаются. Как Розенбаум поёт, я люблю читать номера ленинградских машин. Ну, кто вы знает. Вы родились с 2014 года? Да, живу сейчас здесь. Но всё равно чувствуете себя? Ну, конечно, тоскую очень по Ленинграду и по родственникам, по знакомым, конечно. Ну, общаетесь, всё. Я в Петербурге вижу сейчас часто было, вижу, что огромное количество людей, ну, понятно, в центре, и вот это Невский проспект, это как, такого нет, по-моему, нигде. Вот такое движение людей, с одной стороны, и с другой. И с другой, да. И вот невозможно даже пройти, то есть интерес к городу есть. Но мы, конечно, начнём, наверное, всё-таки о вашем обществе. Почему? Потому что блокада – это для даже уже нескольких поколений после моего поколения, а мы жили со всеми ещё живыми, те, кто были, да, блокаду пережил, и у меня бабушка блокадница была. Вот. И, кстати, практически ничего об этом не рассказывала, ну, вот, не хотелось ей эту тему ворошить. Но мы прекрасно понимаем, что это на всех поколениях отзывается таким. Опять же, в Питер приезжаешь и читаешь вот эти вот надписи. Все улицы, да, надписи. Вот почему до сих пор это слово «блокада» на нас так всех действует? Ну, я не знаю, почему, но, во всяком случае, люди были очень сплочены, помогали друг другу. И если бы вот не это сплочение людей, объединение, конечно, ещё тяжелее было бы. Я вот вспоминаю своё детство. Так как мы жили в коммунальных квартирах, это ещё больше помогало. Хоть сейчас и хают все, и говорят, а люди-то были совершенно другие, и все помогали. Родители уходили. И, конечно, родители на работе, дети дома. Или, ну, во всяком случае, вот мы жили, у нас была квартира, 7 комнат. И, конечно, кто-то дома, кто-то там корочку хлеба, кто-то каши. Ну, во всяком случае, и дети под присмотром. Не было того одиночества, да, которое даже сейчас в мирное время происходит? Конечно, конечно, конечно. Ну, в мирное время. Вот ты живёшь... Вот я сюда приехала, и я никого не знаю. Я ж не пойду. Ну, соседи, да-да-да. Ну, соседи. Всё равно соседи. Сейчас все замкнуты же очень. Да, некоторые даже не знают, как зовут. Как и не знаешь, да. И очень... Запираются. Зато двери сейчас хорошие. Куча замков. Ну, это другая статика совершенно. Но тогда вы жили в коммунальной квартире, и вот немножко коснёмся того периода, а потом, естественно, поговорим о нашем обществе, чем оно сегодня живёт. Вот как вы считаете, люди отличаются сегодняшние от тех людей? Я думаю, отличаются. Я так понимаю, не в лучшую сторону. Не в лучшую. Да, чего не хватает? Пройдя вот весь этот путь, я отработала на предприятиях. Где-то у меня общий стаж где-то, ну, 56-57 лет. Рабочего стажа. Рабочего. Где работали вы? Я в основном работала на военных предприятиях, где у нас был и военный комплекс, и вот то, что сейчас говорят, надо организовать. Организовать это всё было. И гражданское производство. То есть не было такого, что... Отдельно? Перестраиваться, нет. Ну, отдельно были цеха, но всё равно... Если нужно, то будет для войны. А если... Нет, а военные, там вот, допустим, на судпроме я работала. Это ездили в командировки и на север, и... Ну, все корабли, всё суда снабжали приборостроением, приборами управления, вот этим. Ну, то есть... И в то же время параллельно был у нас магнитофонный цех. Параллельно цех был, но даже не цех, а отдельное предприятие, где выпускали кастрюльки, поварёшки, там, посуду. Бытовое. Бытовое. То есть это было предприятие... Товары народного потребления, вот вспомнил. Ну, да, товары народного потребления. Но это было всё в общей линии. И это делали, и это делали. И работали. И всё это своё было. И всё это своё было. Ну, вот вернёмся к людям. То есть вот вы такой сумасшедший стаж. И чем же сегодняшние люди всё-таки отличаются от тех... А люди были более простые, внимательные, как-то сочувствовали друг другу. А сейчас больше преобладает зависть вот эта вот. И всё делают деньги. То есть человеческого, конечно... Нет, есть, конечно, есть. Но, как всегда, хорошее... То есть плохое плавает на поверхности. Да, да. До хорошего нужно докопаться. Хорошее не видно. Кто входит на сегодняшний день в состав общества? Как оно работает? Какой принцип работает? Ну, принцип какой сейчас? Сейчас... Ну, просто связь держите пока, правильно? Я связь держу с блокадниками. Вот я об этом говорю. Общество ветеранов... Нет, про общество блокадного Ленинграда. Мы же про жителей блокадного Ленинграда и говорим. Мы вот взялись ещё одна женщина, у меня помогает. У неё отец был житель блокадного Ленинграда. Но он скончался. И она отдала ему... Говорит, папа, не волнуйся. Говорит, я буду всех поздравлять с днём рождения. И её сын пишет всем вот открытки. Очень хорошо. И когда я звоню... Ну, а я взяла на себя, что по телефону обязательно в этот день поздравить с днём рождения. Конечно, люди очень удивляются. Ой, а мы думали, нас забыли. Ну, во всяком случае, какой-то разговор происходит. Хотя бы один... Ну, я всех не могу каждый раз. Ну, вот в день рождения у меня даже вот здесь вот выписаны все... Телефоны и адреса. Телефоны, адреса и... Ну, всё, чтобы позвонить и поздравить. Справочная информация. То есть всё равно не всегда есть возможность собраться всем вместе. Нет, это вообще исключено. То есть вот на расстоянии, да? Только на расстоянии. Помощь опять же... Ну, люберцы большие. Во всех районах люди живут. Вот если вы по адресу там посмотрите, в разных местах. А в клуб идти тоже тяжело все. Ну, да. И кто-то сидит один. Кого-то дети взяли к себе уже на дачу. В другое место. В другое место, потому что он не может один жить. Ну, то есть здесь такая человеческая должна стать. Именно человеческая. А работа... Какая работа? Ну, с домом ветеран сейчас что-то они мне не звонят. И, не знаю, есть там вот кто-то собирается. То есть это телефон, разговор с людьми по телефону, поздравления с днём рождения, какие-то даты, открытки, которые пишутся. Да, вот... А волонтёры как? Волонтёры вы планируете как-то... Хотели бы к этому делу подключить? Ну, верите. Они же работали, я так знаю, во время пандемии. Это вообще волонтёры по городскому волюберсу. Ну, кто-то там уже... Я, во всяком случае, не слышала, чтобы вот когда звоню, разговариваю, чтобы кто-то пользовался этим. Ну, может быть, как говорится, дети заказывают в магазины продукты, привозят, оплачивают, привозят. А так... Хорошо. Ну, давайте мы сейчас через небольшую паузу поговорим. Вот книга у вас есть замечательная. И вообще немножко окунёмся уже в историю тех людей, которые волей и судей показались городскому рукелюберцы. Вот. И как это всё происходило, кто вот эти люди в этом журнале, в этой книге, простите. У нас в гостях Галина Михайловна Цветкова, представитель общества жителей блокадного Ленинграда, городского округа Люберца. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях председатель общества жителей блокадного Ленинграда, городского округа Люберца Галина Михайловна Цветкова. И сейчас вы руководите этим обществом, а до вас руководила Юлия Николаевна Юнкова. И вот она была инициатором создания такой книги, которая у вас в руках. Да. Но она не одну книгу, она ещё была создана. Вот она собрала здесь фотографии. Как собирались эти люди? Вот что, как это объявлялось как-то, или как? Или через газеты, или через знакомых? Нет, она со всеми имела связь. Просто сам интерес в том, что городской округ Люберца довольно далеко от Петербурга нынешнего, от Ленинграда прошлого. И вдруг общность, как говорили в советское время, людей, которые связаны одной историей. Ну, вот она умудрялась так. Она, по-моему, преподавала и имела связь. Ну, вообще, она, конечно, очень деятельна. Общественная деятельность, да. Общественная деятельность. Она на все собрания её приглашали. Она с администрацией всё время поддерживала. И, конечно, и люди. Вот я сейчас кого обзваниваю. Ну, правда, тогда было много народу. Сто с чем-то, 130, что ли, человек. А сейчас только 39 осталось. И вот ей приносили фотографии. Она сфотографировалась. То есть это включило их в книгу. Автобиографии даже, по-моему, здесь написала. Причём, видите, как жизнь, да? Самые разные люди с самыми разными историями. Ну, а у нас, почему мы сошлись так... Ну, мы живём в городке, и она тоже там жила. И когда мы с ней познакомились, меня представили, я приехала. И в разговоре мы узнали, что как раз мой отец и её отец даже служили, работали во время войны на одном заводе. Завод «Большевик», военный завод. Ну, вообще, да. Только мой ушёл... Ну, не ополченцем, а как... Ну, в общем, он отказался от брони. Он сталь, они плавили, он печник был. Добровольцем пошёл. Он пошёл добровольцем. Его взяли в конце октября, в ноябре. Вот так. Отказался, ушёл добровольцем. Попал в Синявинские болота, Невский пятачок, самое, где были бои. А у неё папа был руководителем завода. И вот мы, когда разговорились, оказывается... Ещё эта линия рассказывает, да. Понимаете, вот интересно, переплелась вот так вот... Судьба. Судьба, да. Ну, естественно, вы стали... Ещё у нас ещё был один такой случай. Значит, у меня... У неё сестра, артистка. Она работала... Я вот не знаю, сейчас уже, ну... Юлии Николаевны уже нет. И, может быть, это неудобно говорить. Но, во всяком случае, она была... В театре работала. Артистка. А у меня дочка в театре. Только в театре Акимова. У неё у Додина. А у меня у Акимова в театре Акимова. Так что вот переплелись такие вот дорожки наши. Как интересно. И разговорились. И вот так вот... Ну, потом, конечно, я к ней ходила, помогала ей. Потому что она очень плохо ходила, больная была. Но до последнего, да, обществом занималась? Да, и до последнего. У меня муж умер, онкология, 9 сентября. А она скончалась от ковида 4 ноября. То есть друг за дружкой. А можно книжечку дать? Конечно, конечно. Посмотрим, обсудим. Скажите, вот ведь это такая своеобразная энциклопедия, биография. Вот здесь представлены самые разные люди, самые разные судьбы у всех сложились. Конечно. Но у всех объединяется. Тут так красиво сделано. Да, она всем дарена. Я сейчас покажу. Посмотрите. Вот первая карточка. Слева – это виды Петербурга, красивые. Даже их не нужно раскрашивать, они просто красивые. И справа мы видим, и дальше там начинается много-много страниц участников, собственно говоря, этого. Видите, целое общество. Не просто клуб. Начиналось, наверное, как клуб по интересам, а потом стало целое общество. И вот здесь действительно рассказывается и стихов много, и всевозможных событий, мероприятий, которые… Даже название материалов там, например, «Жила-была девочка». Такое вот начало. Тут почему очень важно? Потому что жизнь – моя школа. Няня – защитница – мать. Мы хлеб делили по-соседски. Есть профессия – родину защищать. То есть они такие непритязательные названия, но в них чувствуется человеческая теплота какого-то в хорошем смысле слова обычного человека, который попал в эту страшную историю. Это мясорубка. И тем более вот здесь судьба блокадной памяти. Тем более, что, ещё раз говорю, здесь есть много стихов и всевозможные, конечно, иллюстрации, которые показывают Ленинград. Сегодня мы часто это слово употребляем в нашей программе «Петербург» нынешний. И вот приезжаешь, когда в город, а люди туда стремятся поехать, да? Да, конечно. Любыми способами. Вот книга «Как выглядит память поколений». Они стремятся в этот город, и это же история российская, история России, история всего, в том числе и страшные блокады. И вот это словосочетание «память поколений». Насколько важна сегодня память поколений? Потому что говорят, что, знаете, вечная проблема детей и отцов, что дети не всегда хотят помнить, что делали отцы. Хотя мне кажется, что нормальные дети помнят всё. Говорю, у меня вот Наталья Григорьевна помогает, поздравляет всех. Тоже у неё список такой же, как мы с ней всё время корректируем это. И держим так друг с дружкой связь. И они посылают всем ветеранам, которые ещё живы, поздравления в день рождения. Это очень важно. Мне кажется, это очень важно, когда, особенно человеку, которому иногда кажется, что… Да нет, нам кажется так, что подумаешь, день рождения. А нет, вот когда особенно вот в 87, уже к 90 годам. Вот здесь мы поздравляли. У нас, по-моему, самая пожилая женщина – 94 года. 94 года. Пережила блокаду. Да, а Шубина Антонина Николаевна столько пережила. Это просто надо её слушать, и слёзы текут. И 92 года. Вот скажите, Галина Михайловна, а что для вас блокада? Вот спустя столько-столько лет, что это для вас? Ну, для меня память, конечно. Ваша вот блокадная история, в чём она заключалась? Ну, мы маленькие были ещё. Мне было 4 года. Я с 37-го, 41-го, война, 4 года. Ну, помню какие-то эпизоды. Помню вот, как нас спускали в бомбоубежище. Мы жили на пятом этаже и спускались в подвалы, в бомбоубежище. Ну, тогда не в бомбоубежище у нас были, а эти. Там были подвалы с дровами, с сарай. Сарай, сарай, да. Потому что было печное отопление. И вот мы спускались туда каждый раз. Потом мама нас возила на саночках зимой. А зимы суровые были в детский сад. Туда и обратно забирали бомбёжки и всё, что... А детский сад работал? Работали, да. Потому что родители работали на предприятиях. Да, мама работала санитаркой в госпитале. А отец ушёл... Воевать? Воевать. Ну, правда, он и уже через месяц пришла бумага, что погиб в безвести. И одно письмо она только получила. Ну, вот я помню, у меня сейчас это письмо в Ленинграде хранится. Что береги детей, если будет возможность, пришлю деньги. Идут сильные бои. И всё, и больше писем не было. Он погиб. Ну, то есть пропал без вести. И сколько она не искала, и мы искали. И везде запросы делали. Пропал без вести, ничего. А вот когда блокада была прорвана, что было? У вас есть воспоминания? В то время мы, когда была прорвана блокада, нас там через два года отправили, в конце 1942-го отправили, так как у мамы двое детей, всех безоговорочно отправляли выселять, но детей эвакуировали. Да, да. Вот. И мы были в Новосибирской области, станция Болотная. Я единственное помню, что стреляли там вот этот вот... Салют? Ну, у кого что было, и откуда там в селе. Ну, такой условный салют свой, собственно. Условный, да. Но то, что стрельба была, вот этот вот шум вот этот вот... А как в городе, к сожалению... А когда вы вернулись туда? Мы вернулись уже после окончания войны. Нас эвакуировали оттуда. То есть, ну, сразу же в карантин. Всех детей по больницам распылили. Всех, конечно, на вшивость там, на все анализы, все, чтобы никакой заразы в город не привезли. Главное, вернулись. Ну, вернулись, да. Но там первый класс мы ходили там. Вот помню, мы писали на газетах. Не было бумаги. Бумаги не было, писали на газетах. Галина Михайловна, мы жили в детском доме. Движемся к финалу нашей программы. Вот скажите, пожалуйста, общество жителей блокадного Ленинграда, вот получают люди удовлетворение от того, что их объединяет это... Вот звонки, открытки, какая-то общая все-таки... Конечно. Поговорить с человеком. Конечно. Даже вот мы здесь опять мне позвонили. Позвоните, пожалуйста. Вот такой-то... Я сейчас не помню, как ее... Да. Она уж очень ей одинока. Я позвонила. Я говорю, ну что ж вы так это переживаете? Я говорю, вот вам телефоны. Я говорю, захотите, наберите, позвоните. Любой с вами поговорит. Я так оставляю свой телефон, чтобы люди какие-то... Малые у кого какие-то проблемы или... Ну, правда, мало обращаются, потому что в основном, конечно, дети помогают. Гавя Михайловна, ну, во-первых, мы сегодня услышали много, я думаю, нас услышат. А мы хотим все-таки вспомнить, что у вас был же юбилей недавно. Да, 85. 85. Да. Все только начинается. Да, 85. Мы хотим от имени телеканала ЛРТ поздравить вас с этим юбилеем. Спасибо большое. Пожелать вам всяческих удач в вашей общественной работе. И это очень важно, когда человек, прожив такую вот богатую событиями жизнь, продолжает просто даже вот так позвонить и человеком поговорить. Это великолепно. Ну, и не знаю, что дальше будет. Может быть, и что-то наложится. Дальше будет 90-летний юбилей. Нет, ну, юбилей-то да. А просто я проработаю там, как дальше сложится. Галина Михайловна Цветкова, представитель общества жителей блокадного Ленинграда городского округа Люберцы. Еще раз у вас с днем рождения. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова